После выхода из бункера ученых, наш отряд решил разделиться. Я и Малой двинули на базу отнести диск к атаману и доложить о выполненном задании. На драве, упоенные успешной ходкой, залетели в базу, в длинном коридоре амбара подбежали ко входу, я постучала в дверь. За дверью послышалась какая-то возня. Кто? Свои! Открывай быстрее, что делишься? Дверь открыла Экза в маске. Смотрю на нее и не понимаю. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Ты кто? И почему ты в крови? Экза, я знаю! Вот гад! Зомби! Кричу я, захлопываю дверь, и тут я с Малым начинаем оборону базы снаружи. Из рабочего оружия, ой, мама зона, только ножи. Дверь выбивают раз за разом, беспощадно просовывая в щель окровавленные грязные руки. Хрязь его по пальцу ножом. За дверью какая-то возня и непонятное обормочание. Отошли. Больше дверь не выбивают. Есть минутка отдышаться. Адреналин в виски стучит, как в барабаны. И тут под потолком, в ту самую дыру высовывается зомби и начинает парить из калаша. Как остались целы, хер его знает. Угол обстрела невелик, а нам дверь не бросить. Прижались к ней, как по струнке. Отстреляв целый рожок, на место зомби в дыре показалась морда снорка. Ааа, да что ж, мать ее, контролер, что ли, свиту привел? Тогда почему не слышно все удара? Или ему захотелось шоу? Так скажем, скучно сталкеров жрать просто так. Зрелищ ему, зрелищ подавай. Я схватила нож, подбежала к дыре под потолком и вонзила снорку прямо в руку. Снорк тоже оказался изворотливый. Успел цапнуть по моей руке. Ааа, больно, зараза. Дверь снова выносили. Малой еле справился, пришла на подмогу. Что интересно с командиром и лапой? Где они? Может лежат уже мертвые? Или еще хуже, зомбированные? В голову лезли самые пестимистичные мысли. И тут снова тихо, как в танке. В дверь не ломятся. На раз, два, три, бежим. И мы ломанулись со всех ног обратно к бункеру ученых. Бежали без оглядки. Спасла нас цена Мамазона. Позже мы узнали, что действительно контролер привел свиту к нам на базу. Мы сможем, думаю, вам помочь с вашей проблемой. А именно с тем, что мутанты в вашем секторе разглушивались. И возможно вы сможете найти подход. Не только подход. Он дружится с ними полностью. Так вот, что ученые имели в виду, перед тем, как мы выдвигались к радару. К счастью, там никого не было. И устроили там засаду. А внутри погром. Чьи мозги оказались размазанными по стене, доподлинно узнать не удалось. Атаман потом долго и нецензурно ругался, увидев устроенный бардак. Почему же не было пси-удара? Спойлеря, скажу. У контролера заело кнопочку. В бункере ученых мне оказали медицинскую помощь. Ну и какого хрена скулить, а? Ну зацепила. Починю я тебя, починю. Зажило все, как на собаке. В нашем случае на волке. Вечером, сидя на базе, наперебой рассказывали, как попали. За проявленную смелость малого приняли в ряды свободы. Выдав ему новенький комбез и подумали. Ну какой он теперь малой? Ничего себе. У нас что? Да, взрывайся. Новый боец? Вот это да. Ну вы это, как его там, обмойте ему. У нас 6 человек. Бля, погоди. У вас на баз 6. Стойте, стойте, стойте. Поскольку ты преоделся, я думаю, вы совершенно справедливо сказали, что это уже не малой. Это уже большой. Тихонок, наверное. Большой. 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 Ну, большой. Большой. Подождите, до большого он еще не дорос. Средний. 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 Вот когда он дахнет мацом полбутыля, ну скажем. Ну, давай авансом большого начисли. Давай, давай авансом большого начисли. Все? Вот так большими и становятся. Вот так большими и становятся. Средний. Водопад. Водопад.